6 вещей, которые нельзя фотографировать, чтобы не навлечь на себя беду. Фотография – это настоящее искусство, с помощью которого можно не только запечатлеть важный момент определенного периода жизни, но также передать всю глубину чувств и эмоций, испытывающих человеком на тот момент. Считается, что фотографии обладают мощной энергетикой, они оберегают в себе и сохраняют в себе некую часть человеческой души, поэтому лучше всего хранить их в семейном архиве, да подальше от чужих глаз. Очень важную роль играет то, как и где сделан снимок, ведь с фотографиями связано множество различных явлений, знаков, примет и предрассудков. Говорят, что некоторые кадры могут губительно повлиять на общее состояние человека, а именно ослабить его внутреннюю защиту или же нанести сильнейший вред здоровью. Придерживаться этих суеверий или нет, каждый решит сам для себя, но знать все же их стоит. Итак, друзья, что нельзя фотографировать? Конечно же, это зеркало. Знаете, зеркало – это источник информации, считываемый с изображенных силуэтов. Зеркало – это словно губка, впитывает в себя все происходящее перед ним события, а также наполняется энергетикой отражающихся в нем людей. Очень важно помнить, что устраивая фотосессию перед зеркалом, человек неосознанно, но автоматически может натягивать на себя весь собранный до него негативный отпечаток. Далее, друзья, что нельзя фотографировать – это, конечно же, спящего человека. Так как спящий человек по-особенному безобиден и уязвим. Именно в таком состоянии он становится восприимчив к наиболее негативным воздействиям со стороны, которые, как ни странно, эффективно передаются именно через фото. Очень важно, чтобы такие фотографии хранились в личном семейном архиве, подальше от посторонних глаз, так как, имея определенные способности к потусторонним силам, можно без лишних хлопот по фотографии спящего человека навести на него приворот или порчу. Следующее, друзья, что нельзя фотографировать, друзья, – это младенца. Младенца – это табу для фотосессии, ведь чем меньше малыш, тем слабее его биополя. Маленький ребенок может испугаться вспышки фотоаппарата, что приведет к негативным последствиям в виде определенного страха, заикания или же боязни темноты. А про фотографии спящих ангелочков и речи быть не может. Сон делает малыша абсолютно беззащитным перед всеми окружающими его силами. Поэтому фотосессию лучше всего оставить на потом, до лучших времен. Следующее, друзья, что нельзя фотографировать – это развалины. Конечно, развалины – это не самый лучший пейзаж для фотосессии, так как вместе с вашим силуэтом на фотографии останется видимый след той самой энергетики, которая присуща этому мрачному месту, где, собственно, и сделан снимок. Таким местам относятся разрушенные дома, здания и прилегающие к ним территории, а также бесконечные руины. Друзья, далее, где нельзя фотографироваться, знаете, это кладбище. Кладбище – это таинственное место, которому присущи страхи, предрассудки и суеверия. Это место несет за собой отрицательную энергетику, которую ему навеивают вовсе не души умерших людей, а живых, которые приходят на могилы близких с негативной аурой, пробитанной скорбью, тревогой, злостью и страданием. Считается, что фотосессия на кладбище оскверняет душу и память усопших, которые через снимок могут отрицательно повлиять на жизнь живого человека. Друзья, дальше, что нельзя фотографировать, так это часы. Часы – это плохой знак для фотографии. Если верить суевериям, снимок, сделанный возле часов, указывает на то, что человеку на этом свете осталось быть совсем недолго, так как этим фото он преднамеренно укорачивает свой жизненный отрезок времени. Конечно же, все приметы и суеверия – это вопрос, друзья, спорный, ведь сколько людей, столько и мнений. И это ваше личное дело, верить в них или нет. Главное – во время фотосессии испытывать чувство радости, счастья и удовольствия. И вот тогда фотография обязательно принесет вам лишь позитивные эмоции и впечатления. Ну а мы, друзья, вам желаем мира, любви, гармонии. Пусть в вашей жизни будет все прекрасно. Ну а с вами, как всегда, был канал «Эзотерика для тебя». Подписывайтесь, друзья, на наш канал, ставьте лайк под этим видео, если оно вам понравилось. Ну а также пишите ваши вопросы и комментарии. И, друзья, мы уже услышимся в следующих эфирах. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok